Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Я рад приветствовать наших патронов, которые позволяют нам проводить такие эфиры в онлайне. И мы всегда рады этим эфирам. Сегодня 1 июля 2020 года. В Москве 20 часов ровно. Мы в прямом эфире. А поскольку сегодня среда, то значит у нас на Сотник ТВ программа «Среда новостей». И я с удовольствием представляю вам гостя нашей программы, всемирно известного пианиста, дирижера, музыканта и, не побоюсь сказать, моего друга Андрея Гаврилова. Андрей, здравствуйте! Вы слышите нас? Здравствуйте, дорогой Саша! Слышу прекрасно! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, прекрасные патроны Патреона, которые делают возможным промоушн свободы. Это очень-очень важно. Я тоже присоединяюсь к Саше. Пожалуйста, расширяйтесь, помогайте дальше. Я вас приветствую еще раз. Заранее прошу прощения за то, во что вас сегодня придется погружать. Это такая субстанция русского мира, которая вызрела за последние десятилетия. Просто до состояния половозрелой фашни, но с этим ничего не поделать. Это можно либо констатировать с такой гримасой на лице, либо опровергать и соучаствовать в этом. И сразу вам вопрос от Олеси Корниенко, патрона нашего канала. Очень больно за то, что Россия идет все быстрее прямо в ад. Очень хочется что-нибудь сделать, как-то предотвратить. А что люди, которые находятся вне России, но у которых болит за нее душа, могли бы сделать, дабы наша непутевая родина стала жить лучше? Вот такой тяжелый вопрос сразу. Здесь нужно отвлекаться от огромных масс людей, которые нафаршированы пропагандистскими стереотипами. Потому что они очень сильно погружают мыслящих людей в темноту, в грусть и даже, может быть, в депрессию. Не надо на это обращать внимание, потому что мы имеем дело с массами. Это просто биологическое орудие манипуляторов. А помогать России нужно терпеливой просветительской работой, без ожидания немедленного понимания или положительных откликов. Все приходит со временем, когда люди созревают для нового. Просвещение и культура – это все, что можно и должно делать в направлении улучшения любой ситуации в мире. Если наступит година физических страданий, а она обязательно наступит, потому что такое печальное положение вещей, и этот режим приведет к године страданий обязательно населения страны, тогда надо посильно помогать физически, материально, как это делал в 43-м году Сергей Васильевич Рахмайнов, например, который до 43-го года держался, крепился, а когда уже решающие начинались бои за быть или не быть русскому народу, то Сергей Васильевич помогал, отправляя составы помощи красноармейцам. Вот так и надо себя вести. Сергей Васильевич был очень достойный человек и правильно себя вел. Ну что ж, давайте сразу перейдем, наверное, к первой теме нашей программы. Как вы знаете, спецоперация «Обнуление» триумфально шагает сегодня по России. Уже, собственно, семь дней она шагает. И как именно это происходит, буквально осколочки, какие-то фрагменты этой криминальной мозаики мы сейчас вам предъявим. Давайте сейчас посмотрим наш первый сюжет. Единственное, что от себя добавлю еще в качестве информации, невероятное количество силовичья сегодня в Москве. У каждого столба в центре Москвы, прямо за каждым кустом. Полиция, ОМОН, Росгвардия, вояки там под мостом стоят. И куча военных машин с автозаками. В общем, из гоп-маньяка Путина вылупляется такой половозрелый фашистский диктатор. Ну что ж, давайте посмотрим наш сегодняшний первый сюжет. Вот смотри, горопост, широкая 30А, вот адрес. Смотрите, ребята. Вот так мы обнуляем нашего обнуленного. Дедушку, блин. Девчонки, ну повернитесь. Ну, вы у нас будете звездами. Вот офигеть вообще. А можно мне проголосовать? Девочки, ну вы за сколько вот тут сидите? Вам не стыдно? Ну вам не стыдно? Вы за сколько здесь сидите? Сколько вам платят? Вы еще родину продаете, да, за эти деньги? Какой кошмар. Ну смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Девчонки. 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 Что у вас там хоть написано, я посмотрю. А в чем прикол, молодой? Да не, просто я снимаю. Не надо снимать. А что это не надо? Вы же... Я же проголосовать хочу. Голосуйте на своем участке. Ну у меня там мой участок, я здесь живу на горопосте. Смотрите, как они быстро собираются. Вот это кошмар, блин. Ну хватит. Посмотри, сейчас ты будешь героем Ютуба. А вы сейчас не будете героем? Не, не буду. Уверен? Конечно. Смотри, а то я позвоню сейчас по номеру. Я тебе сейчас позвоню, и ты вспотеешь, понял? Не рассказываешь. Позвонит он мне. Посмотрите, вот, пожалуйста. Вот так у нас проходят голосования по Конституции. Сейчас мы этих героев заснимем. Номер машины 401. А мне никто не верил. Ну, удачи вам. Счастливо. Собирайтесь. Все, вот так быстро собрались. Смотри на них. Отлично просто, красавчики. За сколько же вы продались, мне вот это интересно? За вот это вы продались? Блин, как вот тебе вот... Ты как своим детям глаза потом смотришь? Да что нормально, ты беспринципный парень. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы голосовали? Нет, конечно. А хотите проголосовать? Давайте прямо здесь, никуда больше не пойдем. Серьезно? Серьезно. Сколько так можно на Левака туда нахреначки ходить по домам? А комиссия, камеры, как это вообще? А вот комиссия, мы комиссия. Вы комиссия? Да, мы комиссия. Мы просто, мы комиссия. Разрешили сейчас подворовое голосование по дворам. И только что паспорт, все бюллетни, все у нас, пакеты, маски, все есть. Вы не шутите? Нет, вы не шутите. Ничего себе. И для вас, и для вас, и для кого-то тут охреначки, и масочки, и ручечки, все для вас есть. Все для нас, только вот голосование, походу, не для нас. Сейчас, я вижу, что. Вот, вот, опечатанный век вы можете... Конечно, в массовом изнасиловании не участвуем. А вы участвуете? Мы добровольно, добровольно. А вы участвуете? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, так за проправки голосую. А наблюдатели есть? Да. А кто наблюдатель? А? На автобусе. На автобусе? Да. Вот он, наблюдатель. Здравствуйте. Вы наблюдатель, да? Да. А вы от кого? От от отчасти. От общественной палаты? Да. Да, хорошо. Извините, это какая-то ошибка в том, что... Так, дальше идем. Вот смотрите. О, я тоже голосовая выроги? Это, в руку берите. Это моя дочь. А это мой сын. И таким образом голосовая выроги. Моя дочь вообще не здесь, и сын не здесь. Нет, я не принимаю ваши извинения. Это поддельное, это уголовное дело. Как это, примите извинения? Добрый день. Я не голосовал. Так, минуточку. Вы же выроги. Объясни, что я голосовал. Вы спокойны. Во-вторых. Я абсолютно спокойна. Дайте мне объяснение. Давайте. Какое объяснение по поводу чего? Кто за нас проголосовал? Там написано, что я уже голосовал. Не только я, а мои дети. Вы это видели? Что? Вы это видели? Да. Покажите. Откройте журнал, я посмотрю. Вы что, вы издеваетесь? С какой стати я должна здесь персональной... Так, здесь нарушение. Мы сейчас вызываем полицию, пусть разбираемся. Вы что? Хорошо. Продолжение следует... Андрей, пожалуйста, прокомментируйте увиденное. Особенно мне понравилась эта вечерняя демонстрация ролика на здании с воровским резюмеем. Конституция была ваша, стала наша. Ну, прям признательное показание бандитов, укравших права и законы. Прошу ваш комментарий. Я понимаю, тяжело. Ну, прошу вас. Саша, ну, это комментировать нельзя серьезно, потому что мы находимся в абсурдной ситуации. Здесь все то же самое, та же самая дичь, которую мы как-то с вами уже обсуждали на последней нашей встрече, как вот с убийцей, актером, когда из области права и здравого смысла проблема переносится в абстрактный, вульгарный сюжет каких-то страниц дурных романов Достоевского. Когда вместо права перед нами, как Фата Морганова, возникают какие-то псевдоголговские страдания, мучения, не имеющие никакого отношения к существу вопроса. И все местные племена начинают страдать и переживать, и обсуждать. Это типичная манипуляция. С одной стороны, мы находимся среди очень отсталых людей. С другой стороны, на нас давят манипуляторы, которые выталкивают нас в абстрактную, иллюзорную зону, где даже умный человек растеряется и станет идиот. Здесь нас затаскивают в область, во-первых, не имеющей никакого отношения к делу, потому что президент-преступник нелегитимен уже в 8 лет. 12 лет назад он отслужил и ушел. Все остальное – это уже совершенно нелегитимная бандитская ситуация, сюрреалистическая. А второе делают из любого человека, пытающегося серьезно обсуждать, делают дурака, втягивая в дурацкое болото. Ты хочешь не хочешь превращаешься автоматически в осла. Потому что становишься участником нелегитимного, абстрактного действия, посвященного событию, которого в природе нет и быть не может. И тебя заставляют активно обсуждать несуществующее событие и принимать участие в нем. И ты становишься абстрактной несуществующей фигурой, одновременно полным идиотом. Вот у меня к вам такой вопрос, он жесткий, конечно. Но можно ли тех, кто принимал участие в этом безобразии, неважно, как голосовал – за или против, можно ли их считать уголовниками, принявшими участие вот в таком преступлении, в перевороте, в преступлении против государства? Или это уже вообще не имеет никакого значения? Фашизация случилась, а снявший голову по волосам не плачет. Саша, это государство живет 103 года вне закона. Это государство 103 года назад захвачено террористами. Нелегитимно. С февраля 1917 года все, что там происходит – это сплошной бандитизм. Сплошной сюрреализм, который повлек в мировом масштабе жертвы сотен миллионов людей. Во всему свете. Но люди-то живут прямо там и сейчас, в России, и сейчас. Им что делать? Им как вот в этом всем жить? Я говорю, что даже обсуждать такие проблемы – проблема сюрреалистическая, ситуация сюрреалистическая. Мы приходим к ситуации полного сюрреализма, когда несуразность сидит и на несуразности погоняет. 140 миллионов идиотов, тянутых в полную сюрреалистическую несуразность, становятся как бы нереальными глупыми фантомами. Нельзя говорить о праве, нельзя говорить, потому что его нет, нельзя говорить о людях, потому что их тоже нет, они сведены с ума. Так сводят людей с ума уже 100 лет. Они, привыкнув к постоянной ситуации жизни в образе фантомного сюрреалистического несуществования, становятся идиотическими, безумными фантомами-статистами, участвующими в реальных преступлениях. И так живет вся сумасшедшая фантомная страна, которая не имеет никакого отношения к жизни реальных людей уже 103 года. А что делать? А делать можно только одно. Всенародная стачка, всенародная забастовка, учредительное собрание, и вернулись туда, откуда пошла сюрреалистическая криминальная неразбериха с потоками и океанами крови. Вот и все. Всенародная стачка. А как это можно осуществить, если сам народ, ну не народ, но очень большое количество населения замазано? Им всегда могут сказать, вы же сами голосовали за это. Вы же сами обнуляли срок Путину. Вы сами голосовали за эту конституцию, прости господи. А что ж вы теперь восстаете-то? А ну марш. Марш быстро по баракам. Или как там, я не знаю. Это нелогичные обвинения. Такие нельзя бросать людям, которые являются заложниками. Каждый человек, живущий на той территории, является заложником. Нельзя его обвинять в том, что он делает то или иное дело. Если ему прикажут расстреливать, он будет расстреливать, прикажут повесить. Прикажут какой-нибудь страшный сюрреалистический, нереальный сюжет. Есть детей на завтрак. Будет. Будет. Мы оперируем с сюрреалистической территорией, где люди превращены в фантомы. Я об этом все время говорю. Фантом. Это трудно уложить в мозгу. Я понимаю, что ваш разум и здравый смысл бунтует. Но, оперируя с больной ситуацией, с сюрреалистического кавкианского плана, мы должны оставаться в стороне от этого и не вмешиваться, не входить эмоционально, как и в случае с актером-убийцем. Нельзя входить эмоционально в их внутренний мир. Мы автоматически становимся идиотами, попадающими в сюрреалистическую ситуацию. Это ситуация пограничная, где разум сталкивается с пунктом помрачениям рассудка. Поэтому берегите свой рассудок. Здесь нужно очень точно и хладнокровно определять, до какой степени мы можем подступать к этой аномалии. Саша. Не входите с ними в резонанс. Вот это очень важный совет музыканта. Не резонируйте. Да. Да. Вячеслав пишет. Андрей, примером своей жизни, вашими профессиональными успехами в вашей области деятельности вы демонстрируете наличие высокой пассионарности по Гумилеву у русского этноса. Я ничуть не унижаю другие народы бывшей царской России, так как и многие из них обладают высокой пассионарностью. Но вопрос не в этом. Вы очень давно с точки зрения человеческой жизни покинули Россию, точнее СССР. Насколько адекватно вы можете представлять себе реальную ситуацию в современной России? Не носят ли ваши оценки налет забугорности, некоего менторского восприятия? И еще вы прекрасный музыкант, я полный дилетант, иногда хожу в оперу, мне очень нравится ваша музыка. Но может ли высокий профессионал, извините за постоянное повторение, в вашей или другой сфере, не связанной с научным изучением политики, социологии, экономики, давать оценки и рекомендации в отношении политического устройства общества? Такой многослойный вопрос. Отличный вопрос. Отличный, глубокий, многослойный вопрос, на который я с удовольствием отвечу. Ну, во-первых, без пассионарности в высоком искусстве и серьезной литературе ничего нового не открыть, не сказать. Поэтому, знаете, русская пассионарность идет в сравнении, скажем, с пассионарностью деятелей Возрождения. Если мы вспомним биографии Микеланджелия или даже достаточно скромного Бенвенута Челлини, лучше там была пассионарность и страсти, или немецких каких-нибудь великолепных авторов. Так что это скорее связано не с этносом и не с национальностью, а с делом, которым мы оперируем искусство. Литература, поэзия – это без пассионарности просто пустая форма, которая не имеет никакого содержания. Что касается моего нового знакомства, современная Россия, она состоялась в нулевых годах. Я там провел огромное количество времени, даже больше, чем я бывал в Европе, вот с 2001 по 2005 и потом 2009-2010. У меня были многочисленные турны по РФ и по некоторым республикам бывшего СССР. Я ездил по стране куда больше, чем мне это удавалось вот носить на короткий период жизни в СССР, когда я еще был просто студентом и там учился. И география моя в нулевых была от Магадана до Калининграда. Я обрел очень много новых друзей уже совершенно из других поколений, новых знакомых. И если у тебя есть глубокое знание и понимание культуры, а также опыт познания человека, то текущие ситуации достаточно быстро открываются перед твоими глазами. Тем более, что мне достаточно легко видеть людей в массе. Я вижу людей тысячами в концертных залах, на встречах. Это, знаете, круче, чем любой социологический опрос. И тем более, мне ситуация понятна, что у власти сейчас во всех властях жизни, в том числе и в искусстве, и в политике, и в РФ, люди моего поколения, более или менее, либо старше, либо чуть младше, которых я отлично знаю. И понимаю все проблемы, связанные с ограниченностью культуры и интеллектуального развития этих привластных старших товарищей старших поколений. Вот этот новый опыт нулевых я изложил в некоторых главах своей слишком запрещенной и хулимой книги Российской Федерации в 2010 году. И, кажется, в этой книге не ошибся в прогнозах. Я тогда очень много там сказал о своих впечатлениях, и они поразили читателей, тех людей, свободомыслящих, которые с вниманием прошли эту книгу, несмотря на запреты и холлу всеобщую, спускаемую сверху, конечно. И многое очень то, что я увидел тогда поразило людей, они не ждали, что это сбудется. Тем не менее, это все произошло. Так что в этом отношении для меня, как для музыканта, как человека искусства, мое природное чутье и знание человека меня очень порадовало и очень было проверено. Вот этой вот книгой. Что касается менторства, это вообще не соответствует природе моего характера. Я человек с резко индивидуалистическими взглядами на жизнь, положительно иронически глядящий на человечество и на самого себя в первую очередь. Поэтому все, что я говорю, не претендует ни в коем мере на учительство или менторство, а является полуироническими взглядами индивидуальности с опытом бурной и насыщенной событиями жизни, без культурных и политических границ. Музыка – это человек в чистом виде, это эссенция человека. Познав музыку, ты познаешь человека без границ во всей его метафизии, в сущности. Человечество становится для тебя тем, чем являются в музыкальной графике нотный стан и ноты. Нотный стан – это бытие, ноты – люди. И все мои суждения – это суждения, выношенные знанием культур человека и его природы. Только с этих позиций я и рассуждаю. Часто это строго антропологический, эмпирический взгляд на людей. Он дает гораздо больше понимания во многом процессов, чем в науке напрямую занимаешься – политологией, социологией, экономикой или историей. А с налетом забугорности как же? Налет забугорности присутствует у вас? Ни в коем случае. Дело в том, что для меня уже давно не существует бугров. И я надеюсь, что для свободолюбивых русских людей тоже их не будет. Потому что эти все бугры, мы все это придумываем. Вернее, это придумывают люди, которыми нам пытаются манипулировать. Политики, мерзанцы. Мои замечания – это замечания путешественников во времени, в пространстве, культурах, человеческом бытии. Но никак не рекомендации и наставления, а частное мнение свободного человека и искусства без границ. Вот и все. И я считаю, что я имею право на свободное высказывание, именно не претендуя на что, а исключительно обращаясь к сущности человека, что для меня самое главное – к музыке человека. Поэтому я считаю, что мой голос не безинтересен некоторым людям. Сергей задает вопрос. Какое у вас отношение? Ну, скорее, я бы, наверное, переформулировал. Вы-то никак к этому не относитесь. Что вы думаете о беспорядках, которые сейчас происходят во многих цивилизованных странах мира из-за убийства вот этого афроамериканца в США? Ну, имеется в виду, наверное, вот этот Джордж Флойд, которого убили, и потом начались все эти манифестации и беспорядки. Что вы про это думаете? Я понимаю, да. Это вопрос, который сейчас всех волнует, и, конечно, мы все об этом думаем. Я не буду в частности удаваться, потому что здесь нужно смотреть общее. Опять, как музыкант, как человек, слышащий музыку времени. Это не слова. Такие выражения, как «я слушаю музыку космоса», «музыку времени», они немножечко опошлены, потому что их часто употребляли люди, которые ничего не слышат. Не только музыку космоса и времени, они не слышат музыку из кухни в гостиную. Но, тем не менее, я попытаюсь сказать то, что я слышу. Я отчетливо слышу, что одна эпоха сменяет другую, идет на смену другую. И то, что искра, которая полыхнула пламя по всей земле, послужила убийство чернокожего парня, не имеет никакого отношения к тому, что сейчас происходит. Даже движение Black Lives Matter, это только косвенно все отражает количество накопившихся проблем. То же самое, как убийство в Сараево никакого прямого отношения не имело к океану проблем, повалявших две мировые войны. И случаи, которые вызывают потрясение, они, как правило, немного трагикомические и жалкие в сравнении с последствиями, которые выплескиваются на поверхность. В двух словах, это, с одной стороны, начало поколенческой культурной революции, которые, конечно, карикатурные формы будут принимать, как любая культурная, юная культурная революция, тем более направляемые манипуляторы. Мы сразу вспомним культурную революцию, маоистскую. Да, это, к сожалению, происходит всегда немножечко карикатурно. Оценку этому давать еще пока рано. Это отдельно огромная тема. А с другой стороны, пока во многом это еще подсознательно неосознанный бунт всего человечества против социально-политической экономической архаики, от которой у человека уже спина ломится. Все это, все то же, что на сломе эпох всегда происходит. Те же коллизии, низы и верхи. Постоянное перемешивание донных, темных, холодных слоев человеческого океана, выходящих на поверхность. Главное, чтобы эти перемены не привели к Третьей мировой войне. А все остальное, это совершенно естественные процессы, которые сейчас всех охватили. И слава Богу, потому что это все равно прогресс. Как бы карикатурно и как бы кроваво это ни проходило. Надеюсь, это будет наименее кроваво, потому что люди все-таки с цивилизационным развитием становятся мудрее. Ну да, были ведь в 60-й год, там сексуальная революция происходила в свое время. То есть, все это, человечество не стоит на месте. Не только революция, обязательно происходят молодежные революции, поколения студентов и так далее. Они обязаны происходить, они обязаны происходить. Тем более, что в Америке, если мы возьмем, там накопилось такое количество проблем. Вообще цивилизация белого человека, самодовольного, ну кончилась она. Ну ничего с этим не поделаешь, и слава Богу. Какая приходит другая цивилизация, посмотрим. Не надо торопиться с оценкой. Ну, переходим плавненько ко второй теме нашей программы, ко второму сюжету. На днях в России, в Останкино и в Мидовской конюшне у Лаврова, там случилась форменная истерика. Посольства США и Великобритании вывесили радужные флаги. В атаку были брошены самые могучие силы пацанья с Первого канала в лице этого уркогана Шейнина, вот этого уркоганического вида ведущей, который поливал в прямом эфире просто матом, откровенно матом. Но мы не будем это показывать, смотреть, хорошо? Просто это фон, на котором происходили события, отраженные в нашем следующем сюжете. 27 июня в Москве у памятника Крупской, прости меня, Господи, была пресечена серия пикетов в поддержку Юлии Цветковой. Это такая активистка из Комсомольска на Амуре Юлия Цветкова, она ведет несколько присветительских проектов о бодипозитиве, феминизме и сексуальном просвещении подростков. И осенью 2019 года в ее доме прошел обыск по делу о распространении порнографии из-за публикации на странице, так называлась страница, монологии вагины. И вот наш второй сюжет о том, как принципиально борются, сжав зубы и кулаки, добро должно быть с кулаками, они несут добро, и принципиально борются правоохранительные органы с малейшим требованием сексуальных свобод в России. Давайте посмотрим сейчас этот сюжет. Уважаемые грехи, соблюдайте, пожалуйста, социальные дистанции. Вы представите, пожалуйста, представьтесь. Власти покрывают полицейские, сексуальные, домашнее насилие, активисток сажают в тюрьму. Девушка, это беспредел. Девушка задерживает девушку, причем достаточно хрупкую, это прям для меня, я первый раз такое вижу. Нет, вы обязаны представиться, вы обязаны представиться и назвать причину собежания. Вам не представите, что такое... По какой причине меня задерживают? По какой причине меня задерживают? Почему вы не представляете, задерживая людей? Вот еще... Уважаемые граждане, ваше отчет не согласовано. Продолжение следует... А на каком основании вы выбираете? А на каком основании вы выбираете? А на каком основании вы выбираете? На каком основании вы ведете девушку? Вас предупредили уже. На каком основании? На основании предупреждения чего? Это не акция. Девушка, представьтесь, громко на камеру. Как вас адрес? Настя Максимова. Как мы видим еще одно задержание сейчас? Что сейчас произошло? Девушка была в одиночном пикете. И после этого ее задержали. Вас представили девушку? Объяснили причинную вашу работу? Помощь забирайте, отечественные забирайте. Уважаемый брат, наблюдайте, пожалуйста, социальный аттестат. Собственно, как полицейские сейчас обсуждают забрать эту девушку. Прям моих желаний у них сегодня настоящие. Отойдите, пожалуйста, на полтора метра, соблюдайте социальную дистанцию. Прямо пальцем показывают, кого надо брать, кого выискивать. На каком основании вы задерживаете? На каком основании вы ее задерживаете? Вам в центральную полицию представили? Нет, нет, вы не понимаете, плакатов в руках. За каком основании вы задерживаете? За каком основании вы задерживаете силу? Уроды, блядь! Вот видим, девушка сказала, что нет. Отходите, пожалуйста, на полтора метра. За что задерживаете? Стоять рядом нельзя. Отойдите. Всех подряд. Видим, только что видели. Девушка стала рядом, ее задержали. Не плакатов. За что вас задерживаете? Отходите, пожалуйста, все на полтора метра. Присугались? Нет. У вас нет плакатов. Прошу вас, Андрей, прокомментируйте, пожалуйста, увиденное. Саша, здесь комментарии совершенно излишни, потому что мы видим реакцию архаичного общества на попытки людей быть в ногу со временем. Это поколенческий конфликт, который в архаичном отсталом обществе становится очень жестоким, бессмысленным, когда бессознательное борется с сознательным, бессознательное старается уничтожить сознательное. Все это очень просто, и все это совершенно эволюционный физиологический процесс. Комментировать здесь нечего. Ну вот смотрите, у меня к вам... Вот есть некоторое такое очень важное, на мой взгляд, уточнение. Почему кремлевскую фашню так волнует тема ЛГБТ, сексуальных меньшинств, вообще ЛГБТ? Есть версия, что она, якобы вот эта тема, созвучна населению, живущему позоновским понятием. Да? Но ведь и среди власть придержащих тоже полно представителей так называемых секс-меньшинств. Тот же спикер Госдумы Володин со своим бойфрендом, там, актером Евгением Мироном. Жириновский гей. Тот же юрист Андрей Макаров гей, известный юрист. Хинштейн депутат. Да их там много. И на самом деле это их личное дело, вообще не собираюсь в это лезть до тех пор, пока это не превращается в предмет политического извращения. Да? А сейчас мы с вами наблюдали, на мой взгляд, политическое извращение. Вопрос, почему при всем при этом данная тема так разгоняется официально? Как вы думаете? Потому что это очень удобный инструмент манипулирования бессознательным, это очень удобный инструмент пробуждать агрессию в архаичном обществе. Самые простые вот такие мемы, которые бросают жесткие, жестокие, циничные манипуляторы, они именно такие. Именно это то, что в архаичном обществе считается покушение на самое святое. Самое святое в архаичном обществе это бытовые устои, которые связаны с огромным количеством умолчаний, связанных с интимной жизнью. Поэтому в архаичное общество, если ты хочешь бросить искру, то брось ее обязательно ниже пояса. Это прекрасно все знают, это прекрасно знают иранские аяталы, это прекрасно знают африканские манипуляторы, это прекрасно знают советские манипуляторы сегодняшние, которые используют и архаичность, связанную с криминальной составляющей всего населения Российской Федерации. Но главное это использование интимного как инструмент пробуждения агрессии в темной массе, чтобы на корню задавливать свободы. Потому что свобода полов, когда это становится само собой разумеющимся, это невероятно высокий уровень самосознания и свободы в обществе. Это прекрасно знают манипуляторы, поэтому они хотят это задавить на корню, жестоко и жестко провоцируя архаику. Все очень просто, Саша, очень просто. Анжела Смирнова спрашивает, если ситуация в России совершенно понятна, тоталитарное государство может только обманывать свой народ и душить любое проявление свободы, однако и в общем во всем мире тоже происходит отступление от демократии, происходит эрозия демократических принципов и наступление тирании от Гонконга до Венесуэлы. Либеральная демократия, как это уже не раз бывало в истории, пасует и подыгрывает диктаторам, коррумпирующим уже и западные демократические правительства. Мне очень интересно было бы узнать мнение Андрея Гаврилова по этому поводу. Это вопрос, на который нужно очень долго отвечать, поэтому я буду стараться говорить общо, как только можно, чтобы не вдаваться в подробности. Потому что если мы коснемся проблем азиатских, которые вы затронули Гонконг, Тайвань, то это проблемы, которые идут очень глубоко в историю. Эти страны, эти народы, части этих народов получили, части китайского народа получили демократию наследства от исторически сложившихся, будучи колониальными странами, территориями старейшей английской демократии и так далее. Поэтому трудно смотреть в короткой передаче, когда мы ограничены очень сильно временем, на каждый конкретный случай, упомянутый вами. Но если говорить в целом, то я не пессимистически смотрю, я смотрю с большим оптимизмом на то, что происходит. Несмотря на то, что сейчас мы находимся достаточно, весь мир находится, когда я говорю мы, я не говорю касательно какой-то страны, потому что я давно себя воспринимаю уже как затертое выражение человека мира. Но тем не менее, это именно так, как я себя ощущаю. Не то, что я человек без национальности, над национальностями, нет, я человек обнимающий все национальности и живущий со всеми культурами, включая и азиатские культуры, которые я очень люблю. Я думаю, что моя семья, я должен сказать, что моя семья мультикультурная, моя жена японка, мой сын Арсений владеет восемью языками европейскими и говорит по-японски и по-русски. Так что я хочу, чтобы вы понимали, что взгляд самый широкий и ответ самый общий. Вот в целом, как я вижу, все, что сейчас происходит, это все время идет постоянная борьба в человеке бессознательного со стремлением к осознанному. Как бы длительно и мучительно ни была борьба одного начала с другим, только осознанное человечество имеет будущее. И если условно сегодня люди материально добились во многих странах почти райского существования, то в сравнении с предыдущими поколениями, как мы живем сейчас в отношении хлеба насочного, у нас просто небо в алмазах сейчас по сравнению с нашими предками. То же самое произойдет и в духовно-философском плане, и в социально-политическом плане. Я не вижу иного пути. Человечество сознательно или подсознательно тоже не видит иного пути и не желает иного пути. Никто не хочет ада. Все хотят рай. И если хотят, получат. Такого человека, за что я человека очень люблю, несмотря на огромное количество боли, вызванной у него медленной в рамках одной человеческой жизни эволюции. Но тем не менее, все, что сейчас происходит, я вижу как борьбу бессознательного с сознательным. Бессознательного архаичного с осознанным. И все большее и большее количество темных масс, которые были всегда очень холодными, темными, со дна. Они поднимаются, поднимаются, поднимаются с каждым новым поколением. И все время идет это перемешивание, которое вызывает очень часто большое у нас непонимание, недоумение и огромное количество фрустрации и боли. На самом деле процесс этот положительный. Не опускайте голову, не опускайте руки. Поверьте мне, как музыканту, слушающему космос, все идет в правильном направлении. Сегодня мы живем в самом лучшем времени, которое когда-либо знало человечество. Вот так. Ну вот я все-таки заточу. Вы же знаете, у меня шкурный интерес. Я заточу этот вопрос, немножко с другой стороны зайду к вам. Андрей, вот здесь написано. Либеральная демократия, как уже не раз бывала в истории, пасует, подыгрывает диктаторам. Почему европейские либералы, американские либералы, почему политический истеблишмент так подыгрывает диктатору Путину? Понятно же, вот оно чудище-то вылупляется, вот оно еще немножко и зигхайлюшки пойдут со стороны России. Ну такие, лубянские, пещерненькие, зигхайлюшки. Саша, ну не думайте, что здесь такие все дураки. Я тоже. Это у нас эмоциональный, пассионарный характер не очень развитых русских людей. Ну мы такие, ну что поделаешь. И я такой же. Вот когда сталкиваешься с рациональным сумрачным немецким мнением, хотя на самом деле они совсем не сумрачные, но рациональные, или с нашими швейцарскими суперпрагматиками, они совсем по-другому на все это смотрят. Они смотрят так, как, наверное, и должно смотреть. Они рассматривают Путина как криминальное животное, с которым нужно вести стратегическую, заглядывающую на сотни лет вперед, игру. Вот ему надо дать это, дать это, прикинуться тем-то и тем-то. Ну естественно, что на пути всеобщей коррупции, грязи, которую несет с собой 140 миллионов этих несчастных людей и главарей бандюков, которые наполнены, набиты деньгами, грязью и ядами, которые заполонили сейчас всю планету. Естественно, многие люди ломаются даже в развитых странах, ломаются под натиском агрессии, под хоблазном коррупции. В Европе заработать один миллион – это ужасно-ужасно трудно. Нужно быть либо звездой мирового масштаба, работать, не прекращая, не щадя себя, либо отдаться целиком бизнесу. Либо Шрёдером, либо Герхардом Шрёдером. Вот сейчас считаете мои мысли. А тут вот Герхард Шрёдер, который прекрасно знает, что у него нет никаких возможностей. Вот он оставил власть и все кончилось, пенсия очень скромная. И вот на этот пенсион Герр Шрёдер должен в автобусе ездить, грубо говоря, опуская пятачок. Он не хочет этого, у него очень амбициозная жена, у него очень семья такая, которая любит люкс. Ну и, естественно, на эту приманку сразу... То есть это было уловлено тем, кто хотел его коррумпировать, и он легко коррумпировался. Хотя, Саша, я должен еще здесь сказать вам, что нельзя судить настолько поверхностно о людях и даже об этом Шрёдере. Потому что для нас он простая проститутка-предатель. И это таким, каким его ведет масса. И мы его видим таким, как масса. Но, с другой стороны, я не исключаю возможность, что это двойной, тройной, четверной агент, работающий на огромное количество разведок, который и там, и не там, и танцует нос и пытается урвать здесь, и здесь, и здесь. Для него, для агента большого или агента погружения, который идет и притворяется всю жизнь до смерти, и в смерти притворяется, и в памятнике, и в надгробии притворяется не тем, чем он был на самом деле. Для таких людей это работа и игра. Я не исключаю и такой возможности с господином Шрёдером. Понимаете, историю оставил даже в музыкальном деле таких людей. Вот, например, великое произведение Гольберг-вариации Баха, на котором проверяются все музыканты на зрелость, который я записал в 30-летнем возрасте и чуть с ума не сошел от ментальной перегрузки и физической перегрузки готовия от произведения. Так вот, оно было написано по заказу графа Кайзерлинга, тройного агента, любимца Фридриха Прусского, человека, работающего на Петербурге, работающего еще на английские разведки, черт знает только ни на что. Он страдал бессонницей, очевидно, у него столько было в голове, будучи тройным агентом, ему нужно было постоянно врать и быть в форме. И вот бессонные ночи он коротал под музыку Гольберг-вариации. Как видите, все очень тесно связано, музыка, политика и все, о чем мы говорим сегодняшнее, прошлое и настоящее. Так вот, все гораздо сложнее, чем нам кажется, не так все черно-бело. Вот на примере Шрёдера, просто гипотетически, я могу сказать, что мы здесь тоже очень сильно ошибаемся, если мы смотрим в черно-белом отношении. Все может быть намного сложнее, циничнее, страшнее и интереснее для игроков. Вы мне открыли только что истину. Шрёдер всю жизнь притворялся человеком. На самом деле он труба. Он просто труба. Андрей, вот вас Игорь спрашивает. Уважаемый Андрей Гаврилов, вы музыкант и в то же время активно интересуетесь жизнью общества. Скажите, пожалуйста, музыка, кого из композиторов прошлого, по вашему мнению, наиболее созвучна нынешнему времени в мире и в России в частности? Вот такой вопрос. Это вопрос интересный для меня, как для музыканта, потому что я очень часто об этом думаю. Понимаете, этот вопрос вы задали немножко с другой стороны, но если его рассмотреть со стороны, которой я его рассматриваю, вы задали вопрос о ценности музыки во времени, которая вне времени всегда остается современной. Это очень интересный вопрос. И о него бы я отвечал целой большой лекцией или мастер-курсом, рассказывая и показывая, как, затрагивая те или иные философские темы музыки, композиторы остаются смертными и начинают умирать со временем, или они становятся вечными, или вечно современными, или вечно временными. Вы затронули ужасно интересный музыкально-философский вопрос. Но я сейчас сужу его и отвечу с той стороны, с которой вы его задали. Это кто сейчас современен для России и кто остается современным для нашего времени. В первую очередь современным всегда будет оставаться Бах. Почему? Потому что Бах своей жизнью и уходом в высокую философию через христианскую религию отошел от всего земного и стал говорить о вечном, что затрагивает суть корней человеческого бытия, и он никогда не устареет. При этом он все это еще обрамил в форму математически-геометрическую красоты математических формул и, в общем, стал совершенно космическим, космическим и космическим. Вот поэтому это отец всех композиторов и отец всех нас, современных людей, и всегда он будет оставаться Папой Бахом, как его зовут немцы, Папа Бах. Или же немцы еще его зовут Пятый Евангелист. Совершенно правильно, он действительно единственный евангелист в музыке и по содержанию не уступает четырем нам известным евангелистам. Шуман из немцев остается вечно современным, потому что он, благодаря своему фантазийному миру, благодаря некоторой своей уже врожденной аномалии мозговой, он уже был рожден вот таким вот фантазером вне мира, он нам дал мысли и идеи, которые до бесконечности будут с нами современные, фантазии всей человеческой красоты, всех человеческих стремлений, стремление к бессмертию, стремление к вечной жизни, стремление к свободе, в стадионных гигантских пропорциях. Это все заложено в его музыке. Вот я сейчас записывал симфонические этюды с невероятным совершенно трудом, чтобы сделать действительно цивилизационно-культурную новую запись на новом уровне. Это мне стоило двух лет работы, и я едва не скончался просто от напряжений физических и духовно-интеллектуальных. Но, тем не менее, вот в этом месяце закончил все, и запись действительно потрясает своей современностью и актуальностью. Если говорить о русских композиторах, то в негативном смысле сейчас очень актуален Стравинский, который показал русский варваризм, русская варваризм, весна священная. Если вы внимательно послушаете весну священную, вот не поленись, найдите в гугле мое исполнение с Володей Ашкенази на двух краях, оно еще более компактно звучит и более сфокусировано, сконцентрировано. Вы там услышите все, что происходит сейчас в РФ. Вы там увидите Гиркиных, Шмиркиных, Александровский ансамбль, агрессию, бесконечную агрессивную тупость, странные, такие вот абстрактные какие-то ледяные красоты. Вы все увидите в этой музыке в негативном отношении. Шостакович до последнего времени был очень актуален как человек, который все его искусство – это крик жертвы тоталитаризма. Все его симфонии, все его квартеты, сонаты – все это крик жертвы тоталитаризма. Но сейчас это уже немножечко менее становится актуальным, потому что мы прошли этот временной отрезок противостояния одинокой индивидуальности и тоталитаризму. Сейчас мы все-таки все объединены даже перед лицом тоталитаризма. У нас есть интернет, мы сейчас вот все вместе. Если бы Шостакович была такая возможность общаться, его музыка была бы совсем другая. Но поскольку он в одиночестве противостоял этой жуткой машине, фашистско-советско-советско-фашистской, он их ненавидел всех. И все его творчество – это крик жертвы тоталитаризма, не видящий выхода из страшной ситуации. Его музыку я слушать совершенно не могу, потому что это сплошная боль и сплошной крик, или сплошное ерничество и кривляние, искореженные души. Страшное творчество, страшные личности. А в положительном смысле Мусоргский, как правительство будущего, он будет всегда современен, он будет всегда с нами. Мусоргский нам дал Россию будущего, светлое будущее, в котором мы будем идти по его музыке, которую нарисовав картинку с выставки. Спасибо большое за развернутый ответ. Большое спасибо, Андрей. Ну теперь, собственно, третий сюжет. Я считаю, он о прекрасном. Он о прекрасном. О жабье гадючих боях, я так скажу. В этом сюжете два эпизода. Первый – великая российская балерина, бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова, презрев режим самоизоляции, прибыла в деревню Дивеево Нижегородской губернии, дабы посетить там святое место, монастырь. Одна беда. Эта местность из-за эпидемии коронавируса была закрыта, но она же балерина, ей очень надо. У нее душа зовет, душа рвется. В общем, пуанты против погон. И второй эпизод. Брутальнее, потому что тут уже погоны с двух сторон. Зам. Начальника управления физической защиты Генпрокуратуры России Игорь Мыльников сцепился с полицейскими. Мыльникова задержали за пьяную езду, но этот, значит, спецскачок, ему это не понравилось, и он, значит, решил схлестнуться. Жабьи и гадючие страсти, что может быть прекраснее? Но к этому в России надо привыкать. В общем, давайте мы посмотрим этот прекрасный, на мой взгляд, сюжет. Ничего не собираюсь подписывать. Я вам не предлагаю ничего подписывать, не ругайтесь, пожалуйста. Я не ругаюсь. Ругайтесь. Вообще откуда сюда? Анастасия Юлина. Вы сами не можете разобраться в этих бумажках. В отношении вас будет составом протокола на стратегическом нарушении по части 2 статьи 6.3. Я не знаю, что такое, но не важно. Вы каплицу в отношении, которое ведет в производство отдела на стратегическом нарушении. Слушай, это просто бред. Я не нарушила права граждан, чтобы просто премьер помолиться в белье. Представлять гражданинство, применять садатайство. Если вы были бы мужиками нормальными, вы просто пожали бы мне руки и сказали, Анастасия, вы большая молодец. А вы занимаетесь какой-то херней просто. Ну серьезно, херней. Ты хочешь урегулировать процесс? Я урегулирую своим именем, ребята. Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы не мужчины. Вы в намордниках эти будете ходить всю свою оставшуюся жизнь. Если вы покинули это светое место, то вы в своем уме вообще покинули это светое место. Когда мы покинем данного слова, уедем. Поближе, подождите. Если вы уедете... Слово покинут, уедет. Уедет, я уеду. Я вам не помолилась, если успела. Смое. Вот вы пока покинете это место, а вот это я люблю этого мандера. Анастасия Юрьевна, вам объяснили, что вы должны находиться здесь на карантине в течение 14 дней. Послушайте, мне никто ничего не объяснил. Вы вообще кто? Посмотрите, вы дорастите хотя бы до моего роста. Я каблуки наден за росту. Вы меня слушайте. Я вам разъясняю, что вы должны по нашему законодательству соблюдать самоизоляцию. Вот тот, кто ваше законодательство сделал... ...в течение 14 дней соблюсти карантин. Вы въехали в зону карантина, и вы должны соблюдать наши законодательства. Я буду вашу законодательству. Если вы нарушите, я вам разъясняю. Если вы нарушите, мы оставляем с тобой право брать. ...в Роспотребнадзор за дальнейшими действиями, чтобы они... Вы просто нашли удобный вариант, удобный вариант Анастасии Волочковой. Я вам разъясняю. Вы об этом знаете. Кто вообще разъясняет мне? Это я вам разъясняю. Я представитель местной администрации. Я прошу то, что вы сейчас говорите. Вы приехали к нам в гости, вы уважаете нас. Послушай меня, друг мой сердечный. Мы приедем к вам, мы будем уважать вас. Вы понимаете? Послушайте, можно я скажу... Мы вас уважаем, пока. Я вас уважаю. Пока вы уважаете нас. Вы знаете, кто вы? Вот меня просто... Послушайте, я вам хочу сказать. Вы спокойно ведите себя. Я спокойно веду себя. Я с вами спокойно взяла. Меня дети и люди в храмах, в ваших церквях, вот этих вот. Они меня здесь любили, фотографировали со мной. Вы кто вообще? Да вы чмо последнее. Я сейчас вас объяснил. Остаться человеком, друзья. Вы кто вообще? Говно. Тебя как зовут? Антон Дмитриевич. Антон. Антошка. Ты меня знаешь? Нет. Прогрей. Загугли. 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 Мыльник. Загугли. Не нужно трогать сотрудников полиции при исполнении. Брат, брат. Я говорю, не нужно трогать сотрудников полиции. Загугли. Антон. Сейчас мне надо трогать, я еще раз вам повторяю. Антон, загугли. Что хочешь? Я хочу, чтобы вы сняли ремень. Да? Да. Загугли. Что? Замечательно. Положите его в пакет. Угу. Не надо, не надо. Тихо. В общем, этого дрочливого мыльникова из генпрокуратуры, его сегодня уволил. Генеральный прокурор, он его уволил сегодня. Все, он больше не будет таким, наверное, ну не знаю, как воспитает. Андрей, вы согласитесь, нравы прекрасны. Они изумляют. Балерина против ментов. Менты против прокурорского крутого парня. То есть смешались кони, люди, пачки, пуанты, аксельбанты. Комментируйте. Ну, Саша, ну это историческое русское хамство, которое сейчас получило высшую точку своего развития и самовыражения. Потому что господин Путин со своей бандитской шайкой сделал ставку, то же самое, как и его counterpart в Соединенных Штатах. Они сделали ставку на самые низшие, хамские, бессознательные, архаичные слои общества. Это их электорат, это их поддержка. Поэтому не надо удивляться тому, что сейчас так буйно цветет. Не надо подводить под общие, под все эти оглобли весь народ. Я очень хорошо знаю Америку. И я очень хорошо знаю Россию. И я знаю, что там огромное количество замечательных людей, которых эта хамская волна не затронула и никогда не затронет. Я знаю, что здравый смысл в Америке то, что было всегда их. Секретом успеха американского. Это здравый смысл. Но сейчас случилось такое время, когда в силу исторических перемен, временно хамство, подлость, мошенничество, ерничество, беспринципность, цинизм пришли к власти и выпустили всех этих джинов по обе стороны Атлантики из всех бутылок. Но это и хорошо, потому что нормальным, созидательным людям легче будет потом убирать эти авгию и конюшни после того, как все это дерьмо растеклось по всему земному шару. Оно стало очень видимым, осязаемым, рельефным, заливающим и пробуждающим людей, которые так или иначе спали до поры до времени, положительных людей, которых очень много, которые проснутся благодаря тому, что это дерьмо заливает все норы и все дыры, где люди прятались и сидели в каких-то мещанских своих ложбинках. Поэтому это хорошо, это всемирная провокация добра, когда оно пойдет чистить авгию и конюшни всего этого говна, извините. Я понимаю, но знаете, я же недаром так совместил два сюжета, вроде как две разные ситуации, но по духу и, простите, по воне это одно и то же, потому что это все системные люди. Волочкова системная балерина, да, вот эти люди, которые к ней пришли, это тоже люди системы. Вот этот Мыльников, человек из генпрокуратуры, которого задержали тоже люди из системы. Идут межведомственные схватки, межведомственные, да, внутри системные. Я все жду внутри системной схватки госпожи Симоньян с господином Шнуровым. Это же, думаю, будет искрить, это будет прямо вообще феерия невероятная, невозможная. Саша, по этим, прошу прощения, я вас перебил. Какой ваш вопрос, простите? Нет, я просто думаю, это не является ли знаком того, что все начинает, система трястись, по швам начинает разъезжаться, нет? Саша, у этого хамства нет будущего, но у них же ничего нет, это же паразиты. Они, конечно, по законам физики, природы, зоологии, они должны пожирать друг друга на определенном этапе. Когда этот этап настанет, мы не знаем, вполне вероятно, что он уже настал и все созрели. Но точно такие же люди во всех областях, они в науке такие же, они во всех областях искусства такие. Посмотрите на этих башметов, спиваковых, плетневых, гиргеевых, это же точно такие же траглодитые хамы. Послушайте, что они говорят, это люди с развитием 12-14-летних подростков, которые совершенно полностью обросли пороками. И все их пороки получили еще и провокацию для цветения, понимаете, как химики бросают в колбу какие-то реактивы для того, чтобы флора цвела и показывала в химической реакции бурный расцвет. Вот точно так же сейчас в путинской колбе и в трамповской колбе точно так же сейчас все это дерьмо на дрожжах расцвело после того, как были брошены соответствующие реактивы под лицами мерзавцами и передоновыми, смердяковыми, которые в силу исторических причин и обстоятельств пришли временно, очень кратковременно к власти. Это все будет сейчас на наших глазах рассеиваться, поверьте мне. А вся эта дрянь, которую они взрастили, конечно, она пережрет себя и будет постараться, и будет стараться мгновенно, как говорят на русском языке, переобуваться в полете и подыгрывать времени. Потому что кроме того, что они хамы и мерзавцы, они еще и потрясающие конформисты, которые умеют вписываться в любое время. Посмотрите на того же Спивакова, который при всех режимах был, и при Брежневе, и при том, и при этом. И они всегда приближенные, и они всегда искренние саппортеры. Извините, я забываю русский, сейчас мой русский уже со временем становится хуже. Любого режима они искренне его поддерживают. Это совершенно потрясающие политические проститутки с невероятно низким IQ и совершенно лишенные культуры, для которых существует только две вещи – потреблять и власть. Потребление и власть. Больше ничего. То есть это такие садистические упырьки, которые по всему миру сейчас везде расселись под влиянием и провокациями химическими, которые сделали Трамп и Путин. Это всему этому будет скоро конец. Надеюсь, без мировой войны, потому что они могут спровоцировать и это. Давайте будем внимательны, давайте будем наш голос все время постоянно возвышать то, что вы делаете и то, что я делаю по мере сил и возможностей. Спасибо большое за такой ответ, действительно серьезный ответ. Инесса Сойбель спрашивает. Уважаемый Андрей, как известно, до определенного момента наша с вами Родина была впереди планеты всей, не только в области балета, но и во всех остальных областях искусств, науки, образования и всех прочих достижений. Очень хотелось бы узнать ваше мнение о том, какую страну мира вы считаете заботящейся больше других об образовании, искусствах и духовном развитии народа в наше время, разумеется, до начала пандемии, потому что с ее началом все смешалось до Меоблонских, ну и, соответственно, достигшие лучших результатов в этих областях жизни. Вот такой вопрос. Ну, опять же, вопрос подразумевает большой детальный ответ, который я не могу себе позволить в рамках нашей передачи. Это каждый такой вопрос, сегодня вопрос очень интересный, который вы задаете, каждый такой вопрос провоцирует целую лекцию, да, или целый ряд лекций. Но, опять же, если максимально общо, то по первой части вашего вопроса по поводу «Впереди планеты» все искусства, науки, спорта, советского периода, они были плакатные, показные, надувные, пропагандистские, соревновательно-политизированные, поэтому, когда сдулся совок, то остались только Министерство культуры, да, и Министерство спорта, которое пошло во все тяжкие, мы знаем, чем все это кончилось на Олимпиаде. Все это отвратительно и мерзко, но это все корнями уходит вот эта показуха на соревновательно-политизированную плакатность. Все наши искусства последние 100 лет, они не росли из глубин народа, потому что народу было отрезано, то, что говорят, отрезанные яйца, хотя я не очень люблю это выражение, но это действительно так, отрезаны корни народа были. Мы лишились народа, русский народ летал своих корней, а искусство, и все подлинно настоящее растет именно благодаря корней народа. выходя из народа. Как это не звучит на первый взгляд марксистски-пропагандистски? Ну, на самом деле, это действительно так, если смотреть не зашоренно-политизировано на такую фразу, как сиживительные соки. Во всем, и в науке, и в искусстве, в любой креативной деятельности, они все растут и идут из корней народа, из соков, которым питается народ. Поэтому ситуация страшная. Больше я уже сейчас не могу уделять первой части вопроса. А что касается других стран, то общее состояние культуры, оно напрямую связано с общим состоянием развития страны и уровнем здравомыслия народа, населяющего ту или иную страну. Европа здесь примерно равна от Испании до Италии, от Германии до Скандинавии. Общее состояние культуры примерно равно повсюду, с некоторыми национальными отсутствиями. А вот достижение культуры и искусства уже более 50 лет очень скромное. И связано это, в первую очередь, с огромными антропологическими изменениями народов Европы. Когда искусство перестало быть формой познания человека, оно стало лишь необходимой социально-политической частью под контролем бизнеса, развлекательной. Народы уже не создают ничего ценного, потому что кончилось время народных культур. Ваш вопрос очень интересный и, еще раз повторю, на него отвечать нужно очень широко. Время национальных культур безвозвратно ушло. Потому что великая сила христианства, напитывавшая культуру и искусство народов Европы, 2000 лет, больше ничего и никого не питает. И христианство уже само стало частью прошлой, прошедшей культуры, полностью утратив плодоносящие, живительные соки. И старая культура ушла, а новая еще не сложилась. Так что, думаю, плоды новой культуры надо ждать не одно столетие. Но, тем не менее, она сейчас именно начинает складываться. И это очень интересное время, потому что мы находимся где-то сейчас у истоков нового возрождения. Это ужасно интересно. И я советую вам внимательно смотреть на весь мир вокруг, именно в разрезе этого. Это очень-очень интересно. Гигарь Ивазашвили спрашивает. В своих выступлениях вы говорили, что есть молодое поколение россиян, которые способны будут коренным образом изменить ситуацию с российским народом. Особенно по части менталитета. Но, как вы думаете, почему большая часть населения России все еще тяготеет к провокаторам красно-коричневого пошиба, которые призывают к реваншизму и разжиганию межнациональной розни? Здесь имеется в виду и полковник Шандаков, полковник Квачков, ФСБшник Гиркин и другие. Можно ли говорить, что это все свидетельствует не просто о ментальной отсталости, но и о неизлечимости постсоветской популяции? И да, и нет. У немцев есть замечательное выражение «яйн», когда они «я» и «най» в одно слово совмещают. Так вот, и да, и нет. Во-первых, упомянутые вами люди – это все-таки сумасшедшие архаичные имперско-советские нацисты-экстремисты. Они, если отражают настроение некоторой части людей, то самых ретроградных архаичных окаменелостей советского общества. Подобные люди никогда не могли бы реализоваться, если бы не переворот, который, в кавычках, случился в 2000 году с приходом Путина, который поднял всю мразь наверх. Такие люди даже во время перестройки вызывали отвращение и казались в общем стремлении к свободе и здравомыслию, что такие маргиналы уже не пройдут никогда. Тем не менее, это случилось. Как всегда, Россия идет по самому тяжелому пути. Ну что же делать, мы к этому привыкли. И именно на них все самое архаичное, ретроградное, агрессивное, грязное сделана ставка чекистско-бандистским режимом. Понимаешь, что только таким звероподобным анахаретам они могут манипулировать людьми. И сейчас молодое поколение совершенно иное, достаточно информированное и живое. С другой стороны, чтобы сдвинуть с мертвой точки замороженная пропаганда и сознание огромного количества людей, к несчастью, нужны тяжелые испытания. Без этого человек не меняется. Любой, самый умный, самый интеллигентный, если он слегка закостенел в своем развитии. С каждым бывает. И к несчастью, это тоже обеспечит сегодняшний режим. Обязательно будут тяжелые испытания, потому что логика сегодняшнего режима – это привести народ к тяжелейшим физическим и духовным испытаниям. Иначе не может быть. Режим бандитов, клептократов и тупых военных обречен на стагнацию. У них нет видения не то, что будущего, но и настоящего. А мозги отравленные все в прошлом. В отравленном прошлом, куда они затащили время на Россию. Россия сейчас затащена не просто в прошлое, но в отравленное, самое мерзкое, ядовитое. Так что вот два фактора, которые вытащили страну из литургии и фантомных эмоций – это испытания и просвещение, которые худо-бедно идут с помощью технологий и голосов свободного мышления, свободного мира. Вот сегодняшние наши замечательные встречи в частности. Вот такой будет мой короткий ответ. Да, опять через испытания, через страшные испытания. Стрейнджер О спрашивает. Уважаемый Андрей, сейчас все чаще слышны мнения, что Россия распадется на несколько отдельных государств. Согласны ли вы с таким прогнозом? И если да, то как вы думаете, насколько долгим в таком случае будет процесс интеграции этих новых государств в европейское сообщество? Насколько возможно вообще такая интеграция, если учитывать вековое насилие над менталитетом советских и постсоветских людей? Это исправимо или безнадежно? Безнадежного ничего нет. Вы должны прекрасно понимать, что мы оперируем живой материи, мы оперируем с человеком, и человек обречен на развитие. Здесь ничего нельзя сделать. Если временные какие-то временные лаги и черные дыры случаются, это только расстраивает нас, людей, с нашим коротким веком. Но я уверен, возвращаясь сначала к вашему вопросу, я уверен, что сильные и самобытные, самодостаточные республики, вот Татарстан, например, немедленно приходит на ум, они захотят, конечно, самостоятельности, самоопределения республики. Возможно, и Урала, Сибири, Приморского края. Здесь все зависит от того, какие идеи предложит новая РФ, если у нее вообще будут свежие идеи по новым будущим, новых политикам, новых поколений. В любом случае, все будут руководствовать здравым смыслом и исходить из разумной выгоды. Предсказывают здесь можно только одно – распад неминуем, и пострадает от этого распада в первую очередь то, что в последнее время с нескрываемым сарказмом и ненавистью называется Московией. То есть центр уже сто лет нещадно обирающейся республики и состава РФ. Что касается интеграции с соседями, то все может очень быстро произойти. На Дальнем Востоке есть вполне адекватные мирные экономические разные соседи. Иди на северо-западе, не удивит даже быстрый уход Ленинградской, Псковской и других областей, и возможной интеграции с северными и западными соседями. Всем надоело это Московия с ее грабильскими и имперскими замашками. Достаточно одного серьезного потрясения, которое неизбежно. И все разлетится, как карточный домик, как разлетелся Советский Союз. И менталитет сильно отличается в разных территориях Российской Федерации. Так что, что касается чисто советского менталитета, от него и следа не останется при развале центра. И необходимости зарабатывать на хлеб насущный не в выдуманном пространстве, накачанном мифами и нефтью и гноем, а своими руками и своими талантами в новой реальности, исходя из здравого смысла. Так что все это, весь сайт Афатамаргана закончится. Закончится довольно скоро. Ну и от меня последний вопрос к вам. Когда же вы вернетесь в Фейсбук? Я знаю, вас забанили, враги всякие наклеветали на вас. Что вы там, а что вы такое написали, что черти так захрюкали? Что такое написали? Ну, я написал о том, что мир впал в несколько ничтожеств в последние годы, вот особенно в последнее время. Что такая какая-то круговая порука дураков образовалась, когда все играли-играли в дурака, используя ради тактических выгод на атомизированном уровне, на гигантском уровне. Вот все стали играть в опасную игру последнюю декаду. Особенно это может привести к очень тяжелым последствиям, когда из всеобщего идиотизма очень трудно будет выходить. А в частности, там был поднят вопрос еще в одном из таких философских постов, иронический. Как правило, я еще раз повторяю, что я человек очень иронический, я с большой иронией отношусь и к человечеству, и к себе в первую очередь. Я считаю, что мы не должны быть особенно серьезными в отношении к жизни, потому что мы все люди сознательные прекрасно понимаем, что мы пока что еще окружены миллиардами архаичных людей, и с этим темным океаном темных масс. Пока что силой одного разума мы еще пока ничего не можем сделать. Поэтому мы должны обязательно иронически и эмористически относиться к нашему жизненному пути среди этого чудовищного океана архаики, который будет прогреваться эволюционно в течение сотен тысяч лет. Ну что поделать? Очевидно, точно так же чувствовали себя и интеллигентные люди в Древней Египте, прекрасно предполагая, что какие тысячелетия впереди ждут эволюции. Умные люди были всегда, и они всегда все видели. То же самое сейчас немного еще изменилось, поэтому мы должны быть ироничными. В частности, там было написано, что очень многие европейские страны не могут себе представить, что существует такое дерьмо, как сейчас поднялось в России. Поэтому не могут дать никакой даже приблизительной оценки в силу своей порядочности. Скажем, корейский народ, японский народ. Я ведь очень близко эти народы знаю по-настоящему. Опять же, повторяю, у меня вторая половина моей семьи японская. Люди не могут представить, что такое дерьмо существует. Вот эту фразу я написал, и после этого как раз тут же произошел банк. Надо же, вот так. Следят за вами, следят. Дорогой Андрей, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе «Среда новостей». Надеюсь, она была не слишком токсичной для вас? Не слишком? Вы понимаете, я же с музыкой оперирую, а в музыке мы имеем такие явления, как Вагнер, как всякие очень неприятные проявления человеческого духа, негативные, в некоторых произведениях Скрябина, в некоторых произведениях Прокофьева, всякие наваждения, сарказмы, яды и все прочее. Все части искусства. Потом один из главных героев музыки, извините, Мефистофель и Сатана. Вам не привыкать. Это парочка, с которой я постоянно общаюсь. Понятно, понятно. Дорогой Андрей, у вас есть еще минута-две, если вы сможете утешить чем-нибудь наших зрителей, в связи с тем, что сегодня происходит вот эта вот обнуляция в России, может быть, вы чем-нибудь еще сможете утешить наших зрителей? Как говорится, напоследок вам слово минута-полторы-две. Дорогие друзья, ну, во-первых, нас обнулили 103 года назад, и то, что сегодня произошло, это обычный балаганчик, такая веселая полечка, фокстрот, ничего больше, которую нам играют маньки-облиганцы и бандюки, в руках которых наша страна. Без крови они нас на волю не отпустят, нам нужны будут стачки, нам нужна будет революция, нам нужно будет как... Они сидят вот прямо на загривке, да, как слепни сидят и пьют кровь на загривке, да, быка трудолюбивая или понурые коровы. И вот пока их не прихлопнуть, ничего не произойдет. То есть это революция, это стачка, это запастовка, это учредительное собрание, через это все надо будет пройти и никуда от этого не уйти, никуда от этого не деться. Другое дело, что мне это было ясно, когда мне было лет 19 уже, ну, а народу это становится яснее через 50, через 60 лет, поскольку у него другая скорость развития. Вот и все. Меня удивляют так называемые интеллигентные люди и мыслимители, которые каждый раз не теряют способность удивляться и поражаться любому проявлению банальному и тривиальному бандитской власти на том или ином витке. Но, с другой стороны, я их тоже понимаю, потому что они так или иначе завязаны на экономике бандитов. Они должны питаться от той же бандитской кормушки, поэтому они все время изображают удивление. А что касается слова, дорогие друзья, никуда не уйти от победы, любви и света, и здравого смысла. Никуда! Потому что иначе нельзя выжить. Вот и все, вы должны понимать. А что касается света, пока я жив, я своей музыкой буду его вам давать. Вот Саша не позволит соврать. У нас большие планы. Только пока у нас небольшие технические проблемы, потому что первый концерт, который мы организовали, он был спорадически организован. Саша сделал предложение, я ухватился, еще не было особо времени подготовиться серьезно. Я еще был после твоей записи Шумана сумасшедший, полумертвый. Еще особенно руки не шевелились. То есть это было очень трудно, эмоционально и спорадически решено. Играл я в своей студии, но на своих рабочих инструментах, которые, в общем, уже здорово побиты судьбой. Теперь я хочу, чтобы мои концерты, для моих замечательных, для вас прекрасные, мои друзья, чтобы они были на настоящем высоком филармоническом уровне. Студия это позволяет, потому что моя студия – это роскошный зал настоящий, с 10-метровыми высь потолками, с прекрасной акустикой. Нужен хороший инструмент. Я, Саша, уже об этом рассказывал, мы уже обсуждали эту проблему. Хороший инструмент сегодня – это 250 тысяч долларов. Сейчас у меня просто нет такой возможности. Но арендовать можно для концертов. И делать раз в месяц наши встречи можно. Просто мы должны немножечко все это с Сашей организовать, и будет класса музыка. А от любви и здравого смысла и от света никуда не уйти. Запомните это и говорите себе это каждое утро. Я вам это говорю не как этот самый Лука из Горьковского «На дне», который был специалист по успокаиванию. Нет, я это говорю вам как самый прагматичный человек, который всю жизнь крутится вокруг земного шара во всех мировых культурах. Я знаю, что без любви и света человек не выживает. Вот и все. А теме не может быть долго. Спасибо вам огромное. Это был Андрей Гаврилов, замечательный музыкант, прекрасный пианист, дирижер и большой друг нашего канала, которому я благодарен за то, что он сегодня составил вечером мне и вам, дорогие зрители, компанию. Спасибо вам большое, Андрей. Спасибо. До свидания. Обнимаю всех, ребят. И до скорых встреч. Всем здоровья и счастья. Не отчаивайтесь никогда и ни за что. Всем тяжело, всем тяжело, всем тяжело. Никогда не забывайте. Но свет побеждает всегда. Чао. Спасибо большое. С вами был Андрей Гаврилов. И завершая программу, я хочу обратиться к нашим зрителям, находящимся вне России. Дело в том, что Россия будет сейчас финансово закрываться, потому что тоталитаризм, он же в первую очередь, даже не столько в контроле за гражданами, сколько в контроле за финансами. Как вы понимаете. Вот уже и Пайпал готовится уходить из России. Это было в наших сегодняшних новостях. Дорогие друзья, живущие за пределами России. Я обращаюсь в первую очередь к тем, кто сейчас живет в Европе, Америке, ну или Австралии. Мы строим русскоязычное телевидение для вас. Для того, чтобы вы могли оперативно получать информацию о том, что в мире происходит. И не только в мире, но и в самой России. Чтобы получать информацию незамутненную, неискаженную, объективную. Мы не ангажированными политическими партиями и олигархами. Мы работаем только для вас и на вас. И только вы можете нас финансировать, больше никто. Ваша помощь для нас очень важна. Вы можете подписаться на ресурсе Patreon, перевести средства платежом СЕПА, например, из Европы, насчет некоммерческой организации нашей в Словакии, Сотник ТВ. Или на PayPal, Сотник ТВ.Инфо, собакаджмейл.ком. Сейчас мы реконструируем наш сайт под телевизионное вещание. И очень надеемся, что сможем запустить все это до осени. Я подчеркиваю, мы строим ваш телевизионный канал. В пику пропагандистской рашки Тудейки, или ее дочерней этой фашистской помойки RTVI, где уже Шнуров стал фюрер-продюсером. Мы строим здоровое русскоязычное телевидение для здоровых людей. Телевидение, от которого, от нормального телевидения, уже многие на русском языке просто отвыкли. Это бесит кремлевскую фашню. Но мы докажем, что такое телевидение построить возможно. И с вашей помощью мы сделаем это обязательно. Завтра, невзирая ни на что, будут свежие новости, и выйдет ироничная скрепа панорама. А вы просто способствуйте нашему развитию, пожалуйста. И, конечно же, смотрите ваш канал, ваш Сотник ТВ. Счастливо, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok